Платить за тепло исключительно по факту его потребления. Так должно быть в идеале. Но на практике лишь в некоторых мурманских домах установлены приборы учета. В чем их плюсы и какова цена установки, знают наши корреспонденты. Дом номер 30 по улице Нахимова, типовая пятиэтажка в Росте. Совсем недавно в подвале здания был установлен узел учета тепловой энергии. Процедура обязательного перехода на такие приборы сейчас идет по всей России, в связи с чем у подрядчиков иногда пробуксовывает работа. Этим занимает сейчас практически вся страна. Были сложности с приобретением оборудования, потому что заявки на заводом изготовителей заявлялись сразу. Но так как приборов по России ставится много, были небольшие трудности. Но мы работы не останавливали, потому что работы проводились и по монтажу антивандальных мероприятий, подготовка к монтажу и системы отопления мест установки. Все вопросы решены, у нас остался этап сдачи. Плюсы прибора учета очевидны. По показаниям на датчике теперь очень просто сверять, насколько изменилась температура подаваемого тепла из котельной. Ведь платить жильцы дома будут только по факту полученного обогрева. Это вот 68 выходит из котельной, приходит сюда 63, 60. Что это значит? Значит, обратная температура в обратном трубопроводе. Значит, на котельной приходит 46 градусов. Здесь мы видим 51,46. То есть, система диспетчеризации, которую я дистанционно здесь снимаю, абсолютно точно передается, значит, и четко можно определить, какая сейчас, ну, какие мгновенные значения температуры в прямом и обратном трубопроводе есть непосредственно вот в этом доме. В соответствии с федеральным законом номер 261, до конца этого года все собственники обязаны оснастить свои квартиры индивидуальными приборами учета на воду, газ и электроэнергию. Не дождавшись инициативы от управляющих компаний или самих жильцов, мурманские энергетики сами начали устанавливать узлы учета тепловой энергии. Оплата ляжет на плечи мурманчан. Если жители решат оплатить это разово, то стоимость одного квадратного метра составит 95 рублей. То есть, каждый житель может вот эту сумму умножить на площадь своей квартиры и получит, сколько он разово должен заплатить за приборы учета, чтобы ресурсник свои расходы возместил. Свои расходы. Без всяких прибыли, без всего. К сожалению, так закон гласит. А если это делать в рассрочку, сумма составит 145 рублей за квадратный метр. И эти цифры для каждого дома подбираются индивидуально. Всего в Мурманске пока запланировано поставить 600 узлов учета тепловой энергии, но пока в наличии есть только 320. С реализацией федерального закона они справляются не только в Мурманской области, но и многих других регионах России. Поэтому теплоэнергетики надеются, что час икс сдвинется. Ведь иначе счета за январь 2015 года придут мурманчанам отнюдь не праздничные.